Мне настолько понравилась обёртка, что я сделала из неё как обложку книги и написала сказку «Старый замок». Свою первую книжку-малышку писательница Светлана Чураева сотворила печатными буквами в 4 года. Теперь пишет прозу для зрелых читателей и работает в журнале. Всегда кажется, что самое прекрасное произведение, оно вот сейчас пишется. А так, ну, конечно, я очень горжусь, что в журнале «Октябрь» у меня вышла повесть «Последний апостол» о Павле с очень лестным предисловием Маканина, где я до сих пор иногда его перечитываю, когда начинаю сомневаться в своём даровании. Южноуральскую премию присуждали по пяти номинациям – проза, поэзия, краеведение, драматургия, детская литература. Заявки прислали 166 человек, причём конкурс стал международным. Теперь это географическое понятие Южный Урал. Соответственно, все, кто проживает в Северный Казахстан, Челябинская область, Оренбург, Башкирия, и те, которые пишут о Южном Урале. Впрочем, писатель может проживать и в Москве. Главное, чтобы позиционировал себя южноуральцем. Она у нас не создана постановлением губернатора, приказом министра. Она у нас инициирована народным движением за возрождение Урала. И прежде всего я признателен и этому движению, за то, что у нас появилась такая премия. Она, я думаю, что уникальна в своём роде. Размер премии 40 тысяч рублей. Конечно, это не букеровские 20 тысяч долларов, но для большинства участников деньги не главное. Писательство для них скорее хобби. Николай Сергеев, например, до сих пор не знает, кем себя считать. То ли писателем, то ли садоводом. Да я, собственно говоря, не писатель, я практик. То есть у меня растёт 140 с лишним сортов винограда. А язык изложения этой книжки, он простой, поэтому она всем нравится. Она была выпущена в марте месяца прошлого года. Тиражом 4 тысячи экземпляров. И весь тираж уже разошёлся. То есть у всех продажей уже нет. Ну а помимо премии, лауреаты получили ещё и право издаваться в литературном южноуральском альманахе. Игорь Галактионов, Тарас Любимов, ОТВ. Продолжение следует...